Всем привет! У Лисюшки новое увлечение. Она начала расчесывать куклу, делать ей прически и хочет ее подстричь. Так, мы с Алисочкой решили украсить арену. Можно нос засунуть? Зачем? Туда совать нос? Ну, да там сначала помыть, смотри, там грязно. Нос засунуть. И любопытное... Можно я сама помою? Любопытное существо еще сидит рядом. Можно я сама помою? Ну, давай вместе. Я вот взяла ватку, сейчас я ее намочу, отожму. Просто надо посмотреть, чтобы живых муравьев тут точно не было. Чтобы мы живых не убирали. Смотри, я вот так вот просто буду делать. Вот, видишь? На ватку. И все. А потом эту ватку выкидывать. Таким образом я ее буду мыть. Мама, дай мне. На, держи. Просто вот так вот дотрагивайся. И на ватку как это будет собираться? Все. Еще, еще собирай. Только живых не зацепи. Там нет живых? Вроде нету, да? Все, дохлые мурашки там. Ну, все. Ну, давай. Можно мне еще? Сейчас, давай уже я сейчас... Ты будешь украшать. Хорошо? Хорошо. Так, мы с лисенком протерли арену и выбежал один муравей, такой самый большой. И бегает, бегает, прям смотрит, что что там, ищет что-то. Вот они все наши муравьи, которые выжили. После переселения выживают не все муравьи, но особенно в холодное время года, я так понимаю. Вот теперь можно украшать. Да, вон сидит матка. Теперь мы будем украшать. У нас тут куча всего для украшений. Я понятия не имею, как правильно это делать. Мы потеряли инструкцию, я гуглила, гуглила, ничего не нагуглила. Я думаю, просто так это все можно повысыпать, да и все. Маха. Ох, любопытная. Маха, давай. Это чтобы брать украшения. Да. Маха. Иди погуляй. Ложи коврик. Нет. Ложи вот сюда. Хочу подождать, пока выйдет. Аккуратненько. Оп. Так, искусственная трава есть. Смотри, он пойдет смотреть. Наверное. Теперь давай насыпем песочек. Боится. Куда? Вот такой песочек. Прям туда насыпем. Я пытаюсь открыть, но не получается. Я открыть пытаюсь. Так, я насыпала желтенький песочек. Куда? Рядом желтенький. Ну, давай вот так высыпай. Угу. Все. Туда, рядом. Да, рядом селенький. Вот сюда. Угу. Так, все. Песочек мы высыпали. Так, вот такие камушки в наборе шли. Куда их ложить? Положи. На песочек один положи. Ложи. Угу. Угу. Где-то муравьишка тут. Осторожненько. На, бери еще. Мне кажется, можно и на травку положить. В общем, ложи куда хочешь. Ты решила все положить на песочек? Так, и еще какая-то вот такая вот есть галька. Или как это назвать? Вот такие еще камушки есть. Насыпали мы камушки. Он уже муравей по камушкам лазит. Так, что еще? Тут еще куча всего осталось. Давай дерево с лесенкой поставим. Это так просто, как украшение, декорация. А я камушку. Еще есть камушки? Ты их руками бери. Так, я немного переживаю. О, туда. Правильно ли мы все это насыпали с Алиской? Вдруг возле входа вообще ничего нельзя. Кактус этот, да, где-то лучше под этой стенкой поставь. Там они будут ходить. Там у них вход. Вот так? Ну да, вот так пусть стоит. Ну, в общем, как-то так мы украсили. У нас еще остались вот декоративный домик есть. Куда этот домик влепить, не знаю. Много всего, по-моему, для такой маленькой Ирины. А это? Все, у нас готово. Надеюсь, муравьям понравится. Вот что у нас осталось. Мухи, я так понимаю, это для мух, чтобы им давать мух корм. Это я вообще не знаю, что такое. Может, сюда надо залить воду и поставить на арену. Напишите мне, кто знает. И что вот это за коробочка, я тоже понятия не имею. Непонятно. И заборчик остался. Так, ну наш самый огромный муравей по всему этому гуляет. И по траве искусственной походил. Изучает. Я так понимаю, это муравей-разведчик какой-то. И еще один муравейчик пошел посмотреть, что там творится снаружи. Не, песок ему не понравился. Пошел обратно. Мне кажется, все эти украшения больше людям нужны, чем муравьям. Но вряд ли это им необходимо. Разве что песок мне писали им нужен. Дедушка, привет! Я поела супчико поела. Супчико поела. А я... Алиса, вкусные витамины. Длин. Скажи спасибо. Спасибо. Все. Пока дедушка с Алисой, я тут намыла полы на кухне, посуду. И думаю, сейчас надо попробовать... Ну, не отмывается вот эта вот духовка. Вот это вот все, то, что на этом стекле, вот это вот все, его невозможно отмыть. Я пробовала, такое ощущение, что где-то внутри этого стекла. Так, нам еще пришли, кстати, в посылке бабушке вот такие иглы. Это она колет себе такие уколы в живот. Звучит страшно. Но на самом деле хорошие уколы. Они такие шприц-ручка такая есть. И это не больно делать. Они ей помогают, типа, как худеть, там, я не знаю, обмен веществ, там, что-то. Не знаю, что они делают. Я им докринолог выписала. И вот такие бабушки пришли. 4ХЛ. Она заказала штаны. Термоштаны. Сейчас я их сюда же включу. И ей отнесем. И вот такую заказала себе сахар проверять ручку. Ну, это пробивает палец. Туда внутрь вставляешь иголочку. Она такая аккуратная, красивая. Спасибо. Вот, но оказалось, что мои иголочки туда не подходят. Я редко проверяю сахар, но все равно я потеряла ручку, в общем, такую. Для прокалывания пальца. Вот, и надо было себе заказать. Там же заказала, где бабушка эти все заказывала вещи. Как вы мешаете, ты лимаешь. Так, и что у нас тут уже происходит? У нас тут хозяюшки? Я тоже хочу. Держи. А что вы готовите? Что мы готовим? Блинчики. Ух ты, блины будут. Вы всегда это делаете вместе. Делаем еще кексики. Еще что-то были? Делаем кексики. Мы больше не делаем. Да. Уже один раз делаем. Надо рецепт другой просто кексиков найти. Да. Они как-то и не поднялись тогда. Когда мы вчера делали кексики, кексики сгорели один раз. Сгорели? Кексики сгорели. Она так печально об этом рассказывает. Мы же потом с собой купили. Я говорю, нужен опыт позитивный. Нужно таки сделать их, чтобы они не сгорели. Да? А у курьера не сгоревшие. Да, курьер принес нам не сгоревшие. У курьера не сгоревшие. Он же их... Это же не у курьера. Он их принес откуда-то, знаешь, из-за какого-то кафе. Там повар готовил, да, который их каждый день готовит. А теперь надо зашли лука. У курьера не сгорели. Зачем? Зачем? Мука зачем? Для блинов. Как же получится блины без муки? Не получится. А получатся кексики без блинов. Кексики хочешь сделать? Кексики без вина с спинами небес не получатся. Не с ними не бесит. Мы попробуем по другому рецепту сделать кексики. Обязательно дать. Хорошо? Катюша, можно делать вот так? Да, молодец. А сыр здесь за ним, Катюша? Для сырных крекелей. Сырные крекели еще будут. Смотри, смотри только, чтобы она тебе на ноутбук не брызла. Убери его лучше вообще на ноутбук. Давай, ты будешь мешать, а я муку добавлять. Или ты добавлять муку, а я мешать. Катюнь, давай я его уберу. Я муку добавлять. Потому что я боюсь. Хорошо, тогда держи вот так, ровно. Так, я на стол поставлю. Хорошо. Она сейчас тяжелая будет? Нет. Почему? Для себя. Вот так. Я сама. Давай. Давай вместе, давай. Давай. Давай помогай, ты без тебя не умеешь. Только держи ровно над твоей тарелочкой. Над кастрюлькой. Ой, ты подпишешь. Так, это я. Какие милые хозяюшки. Ты муку пробуешь кушать? Нет. А, ручками. Ты ее можешь ручками и так потрогать. Насыпать на тарелочку и потрогать. Только не, Игорь, иди помой ручку. Не-не-не, сыпь только на пол, пожалуйста. Я его только помыла. Смотрите, какой передник с гусем. Что там написано? Ешь, что дали. Написано. Гусь. Цитаты великого гуся. Давай, я тебе дам тарелочку, ты будешь с вилочкой мешать, а я этим. Жарплазма, кстати. Ну да, жалко, тут телек не висит. Я, кстати, в твоих тапочках вчера чуть-чуть походила. Ничего. К хомякам ходила. Почему-то начала Алиса Катин голос воспринимать иногда за Настей. Катя тут что-то сказала на кухне. Алиса радостно так кричит. Мама, к нам Настюша приехала. Не первый раз уже, кстати. Видать, у вас похожи голоса. Мама, Настя приехала. Ты чего ты врешь? Где Настя? Да, вот. А, вот. Со мной готовят блины и Настя. Понятно, шутница. Готовить Настя есть будет Катя. Есть будет Катя. Ну да. И ты будешь. Будешь блинчики есть? Да. Давай ты будешь Настей. Давай, а ты будешь Катей. Да. А я буду кем? О, тогда я должна сесть пониже. Такой маленькой стать должна. Все, я Алиса. Маленькая. Будешь моей мамой? Нет. Нет? Я не буду Леной, а Катей. А давай ты будешь Леной, будешь моей мамой. Давай. Нет. Будешь меня кормить, купать, спать, укладывать. Нет. Катя. А, все. Катя. Катя. Ты же Катя, что ты не поворачиваешься. Катя. Тебя Катя, тебя Алиса зовет. Катя. Я же тебя зову. Иди со мной поиграй. Я хочу поиграть в игру. Я маленькая Алиса, я хочу играть. Алиса, я занята. Да? Ну, я подожду. А можно тебе помочь? Да, можно. Можно? Дашь мне помешать? Да. А чем можно? Чем можно помешать? Этим? Этим помешаю. Можно? Мама, ты будешь мамой. Так я же Алиса. Ну, мам, нет, мама. А почему? Мне надо быть Алисой. Ну, ладно, хорошо. Так, Катя, давай ты будешь добавлять молоко. Кать, маленький. А ты тогда давай будешь Алисочкой, хорошая. Катя, будешь добавлять молоко, я буду мешать, да? Я Алиса. Хорошо. А я Катя, баба. Нет, а ты будешь все время Настей. А Настя чем будет? Ты. А настоящая Настя? Ты. Ну, ладно. А ты будешь мамой, а я Алисой. Ну, хорошо. Алисой. Хорошо. Не нравится меняться местами, да? О, а вот у нее и красное что-то на щеке. Наверное, вот эта Маня ее и царапнула. Ничего себе. Алиса сегодня плакала, что Маня царапнула на щеке, и я ничего не видела. Оно тут под волосиками просто было. Три царапины есть. И с этой стороны проступила царапина, слушай. Нехило Маня ее царапнула. Доченька, лицо кошкам никогда нельзя подставлять. Близко нельзя так подходить, чтобы тебя могли за лицо царапнуть. Знаешь почему? Не знаю. Потому что может в глазки попасть. А ты представляешь, как тем в глазик, если попадет? Можно же без глаза остаться. Он может просто вытечь, как слезы, и все. Поэтому лицо кошкам нельзя подставлять. Надо аккуратненько. Тебе еще повезло, что не в глаз, а за щечку. Да, мне повезло, что за щечку, а не за глаз. Да. Маня просто падала и держала. А, Маня падала у тебя с рук? Да, Маня падала. Ты ее взяла за ручки, она с твоих рук начала падать, да? Да. А, на ручки взяла, понятно. Значит, не бери так на ручки. Пускай ходит, наклоняйся к ней, поглади ее там. Не надо брать на ручки. Смотри, Катюша там без тебя уже масло налила. Ой, это не, я хочу масло. Все уже. Я хочу помешать масло. Ну ничего, сейчас дальше будешь делать, помешай. Смотрите, что она плавает. Помешай давай, размешай. Так, Манечка, тесто у нас готово. Сейчас будете жарить. Крютишок. Крютишок. Ничего не пахнет. А какая нам сковородочка? Сейчас отдам сковородочку. У меня есть. Твоя не подойдет, Доча. Хотя у нее тоже, смотри, из нержавеющего. А, вот это вообще настоящее, кстати. Смотри. Смотри, она тебе настоящее принесет. Вот сковородочка. Да, это подойдет. Ты маешь мою сковородочку, да? Я тоже хочу пожарить. Катюша будет жарить на большой сковородочке, а ты на маленькой. Да. Так? А она не сгорит в мягкой? Нет. Элочка, снились сюда. Вот здесь все. Так, чтобы на ручку не зацепила. Осторожно, Доча, помнишь? Горячо. И еще дальше Элочка. Да, нормально. Все-все, пусть она нагревается. Поставь ее на огонь, она нагреется. Это что у Кати? Масло. А, масло. Масло. Масло вымазать будете сковородки? Ой, Кать, так поцарапаешь вилкой. Так я не трогаю вилкой. Так случайно, когда масло растопится, ты вилкой случайно сковородку царапнешь. И все, и хана в сковородке. Но это не даже ацарапаются. Да все они царапаются. То они только рассказывают, что ничем не поцарапаешь. Царапаются они все. Вот, видишь, уже нагревается, у тебя масло плавится. Держи за вот это желтенькое. Только за желтенькое, черненькое, горячее. Нет, не так. Как берут сковородку нормально? Вот так, одной рукой. Да. Нормально возьми. Да. Чтоб тебе удобно было. Давай вот так. Да. Ты много налила, будет толстый блинчик. Все, теперь ждешь, да, Лисочка? У меня маленький блинчик получается. Да. Не обожгись, Катя, осторожно. Что-то Проша кричит, как козлик. Вау, какой у тебя блинчик. Вау. Красавчик. Блинчик красавчик. Все, уже видишь, даже первый не комом. Да, даже первый блин не комом, действительно. Рукодельницей мы поцарапали. Это, кстати, ее первый блин. Да. Твой самый-самый первый блинчик. Ох и Проша. Стрекочет, как кузнечик. Ну, скажи, покричит, она утром не кричала. Катя, кстати, где-то прочитала, что попугаю необходимо кричать. Что он таким образом чего-то там себе разрабатывает, да? Прочищает горло. А, прочищает горло, да. Два раза в день он должен кричать, поэтому... Так, неси тарелочку, скажи. Какую? Сковородка сейчас горячая. Алисочка, лучше поставь обратно. Она горячая. Все, держи. Держи, блинчик. Еще хочешь пожарить? Да. Сейчас у меня понравится силы от блины. Силы? Волшебный блин. Это как в этом у нее мультике. Лапша от бабули пилу. Да, прибавляет силы. Блинчик горячий, наверное, еще, да? Да. А чем подать можно? Подождать просто нужно, солнышко. Супер силы мои. Супер силы. Да, твоя супер силы? Нет, блины дают. Супер силы. Вот у меня блюдечка. Алисочка, смотри, чтобы сковородочка не упала. Она горячая. Если она упадет тебе на ножку, например, ты обожжешься. Поэтому осторожно. Хорошо. Обожжешься, точнее. Вау! Второй блюдечек у меня. Вот как надо детей воспитывать. Да, еще хочу. Нужно просто показывать правильный пример. И все. Дети все повторяют за взрослыми. Я хочу. Даже есть такая, не знаю, это не пословица, присказка, или как это сказать. Что не воспитывайте детей, они все равно вырастут похожими на вас. Осторожно. Короче, если вы при ребенке делаете уборку, то и ребенок будет хотеть убирать. Если вы к животным добрые, то и ребенок к ним будет добрым. Если вы готовите, то и ребенок хочет готовить. Видите? Вот так. Такие простые правила. Мы так наслаждаемся сейчас, честно, каждым моментом вот таким. Как это приятно. Тепло, по-домашнему, по-семейному. Потому что сейчас каждый день какая-то такая обстановка. Знаете, все время страшно, чтобы война не началась. И вот все время живешь в такой обстановке. И каждый день, который проходит нормально, он прям наслаждение гораздо большее вызывает, даже чем раньше. Я подожду, пока полежит. Все, ты уже наготовилась? Все, Алечка, давай туда блинчики перекладывай. Да, переворачивай. Переворачивай, сковородочка горячая, осторожно. Да. Молодец. Все? Пойдешь кушать? Да. Давай варенье или сгущенку. Сделай. Смотри, Алиса сама сделала. Молодец. Маленькие блинчики. Не обожглась? Нет. Ну как? Вкусно. Вкусно это испекла блины? Даже крутяшку запахло. Сел и просит. Курчак. Котикам такое, конечно, нежелательно кушать, но он уже очень просил. О, и Маня бежит. А нет, это Маха. Катя по коробу поскребла, по сусекам подбила. Печет колобок. Теперь вот так дырочки сделайте. Это зачем? Чтобы создать ощущение, что это сыр. Вот так вот. Угу. А, держи, помогай. Петя, я побежала тебе, помогай. Помогай, держи. Трубочку делай вот так вот дырочки, смотри. Вот так вот. А-а-а! Это блинчик? Это блинчик. Умничка. Умничка. Все, теперь и ты. Умничка. А зачем это тебе бумага? Зачем? А на ней трекеры готовятся. Чтобы не подгорали с ней. А-а-а! Трекеры готовятся. Трекеры? Трекеры? Нет, утречка трекеров мы не кушаем. Трекеры? Крекеры как крекеры. А, трекеры. Трекеры. И давай следующую. Давай следующую. Прилипает. Выше нос. Выше нос. Ну, выше нос. Это кому ты говоришь выше нос? Вот он. Я говорю вот выше нос. Говорю. А то нос разве? Это просто треугольничек. Ну, треугольник выше нос. Я говорю треугольнику выше нос. Да. О-о-о! О! Я пока посмотрю на сыр. Так он тут приготовится. Мы еще его в духовку поставим, да? Сейчас вымы его. Я помогу в духовку поставить. И вот так. Умница, все. Да? Да. Так. Давай я тебя чуть расчешу. Лиса у нас только после душа. То есть после ванны. Ага. Вообще, мокрые волосы расчесывать вредно. Ну, раз уже мы снимаем вечернее видео. Катя. Я забыла разрезать. Забыла разрезать? А мы уже с Алисой справились. В следующий раз, да? Да. В следующий раз разрежу. Алиса, может завтра Эмма придет в гости? Может еще Даша придет? Может и Даша. Может Даша с тобой пойдет на речку с дедушкой? Дедушка завтра скажет. Может Эмма тоже на речку пойдет? Не, Эмма в парк пойдет с подружкой завтра. С какой подружкой? Нас тоже звали к ним в парк. Но я сказала, что мы же на речку с дедушкой. А на который час? А я не знаю. Они сами не знают еще пока. Так сприсят может. А на речку мы в час едем. Ты тоже поедешь? Ну, конечно, поеду. Я боюсь. Да, расставляй шахматы. В смысле? Пава, что за предательство? Так он с тобой будет играть. А, я думала с тобой. Не, 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 с тобой. Я Алису пойду укладывать. Расставляй. Алиса так хорошо стала раненько засыпать, что нельзя ломать график. Главное, смотри, чтобы печенье не сгорело. Да, на 10 минут. Как кексы. Так, ну что, все, ты помогла, Катюша? Идем с падки? Не помогла еще. Ну, ты же не будешь ждать, пока оно будет в духовке? Или ты хочешь в духовку посмотреть, как засунет? Нет. Эверест тоже в духовку засунет. Эверест и засунем в духовку? Да. А, он засунет печенье, я понял. А, я засуну в духовку. Хорошо. Я стою на задней флабе. Алиса с Эверестом спать ложится, обнимает его и засыпает. Это она прибежала уже из кровати с игрушкой. Это девочка. А, блин, у него все время мальчик. Эверест, ты девочка. Девочка. А я все думаю, что мальчик. Сейчас сяду, буду лежать. Алис, какая твоя любимая игрушка? Маршал. Маршал. Только он на втором этаже. Понятно. Эверест, помогай. Я просто заснула. Давай, Миша, стою. Вот так мало. Все, помощники. Пошли спать. Все. Завтра будем печенье пробовать. Я тоже буду спать. Идем.